Финансов и экономической безопасности Вятского государственного университета. И прежде всего, мне бы хотелось несколько слов сказать о финансовой системе. Рассказать, какова ее структура, каковы основные участники, основные элементы финансовой системы сегодня. И вот как раз поднять вопрос о факторах стабильности финансовой системы, что сегодня очень важно, потому что о всех факторах с позиции устойчивости бюджета, устойчивости налоговой системы, фондового рынка, банковской системы мы сегодня будем говорить. Финансовая система сегодня представляет совокупность звеньев финансовых отношений. Их взаимосвязь определена самой сущностью структуры финансовой системы, которая включает централизованную и децентрализованную сферу. В составе централизованной сферы мы знаем, есть бюджетная система, очень большую роль представляет сегодня в экономике, и без бюджетной системы реализации социальных, экономических функций государства невозможно. Также в составе централизованной сферы у нас государственные внебюджетные фонды, такие как пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, фонд социального страхования. И, конечно, обеспечивает эффективное функционирование централизованной сферы сегодня налоговая система. Само понятие финансовой системы вы можете видеть на презентации, на слайде. Это совокупность подразделений и звеньев финансовых отношений, посредством которых осуществляется формирование, распределение, использование фондов денежных средств. Включены в нее финансовые учреждения страны, которые обслуживают денежное обращение. Таким образом, финансовая система представляет собой кровеносную систему экономики, обслуживает денежное обращение государства. И, как я уже сказала, конечно, две составляющие – централизованная и децентрализованная сфера. Здесь следует также уяснить разницу двух понятий – деньги и финансы. Все-таки финансовая система напрямую связана с финансовой, как совокупностью денежных отношений. Деньги – это специфический товар максимальной ликвидности, который является универсальным эквивалентом стоимости других товаров и услуг. То есть деньги и финансы – разные категории, но непосредственно взаимосвязаны. Вот на слайде вы можете видеть состав финансовой системы. В централизованную сферу, как уже сказала, входят бюджеты различных уровней. В децентрализованную сферу децентрализованные финансы – это финансы домашних хозяйств, предприятия, организации, в том числе коммерческих и некоммерческих. Между ними, безусловная взаимосвязь, уже сказала, что налоговая система обеспечивает эту взаимосвязь. Кроме того, это обеспечивает банковская система и финансовый рынок. Банковская система сегодня в России двухуровневая. На первом уровне – центральный банк, на втором уровне – многочисленные коммерческие банки. Но финансовый рынок тоже очень насыщенный. Это, наверное, тема отдельного урока. Я думаю, что мы будем продолжать традицию проведения открытых уроков. У нас еще очень много будет онлайн-презентаций по различным темам, представленных для слушателей. Какие же факторы стабильности и устойчивости сегодня финансовой системы в нашей экономике можно выделить? Они различны. Это финансово-экономические, организационные, технологические, внутренние факторы. И комплекс внешних, которые, конечно, сегодня преодолевают наши государственные структуры, наши государственные органы, наши коммерческие банки. Это комплекс внешних факторов. В том числе следует выделить общеэкономические, финансовые, политические, правовые, которые и вызывают макроэкономические, а также внутренние финансовые риски. Что же это такое? Какие финансовые причины, кризисных явлений в экономике и финансовой системе сегодня можно выделить? Во-первых, это рост инфляции. Инфляция или обесценение денег сегодня фактор довольно жестко сказывающий на стабильности финансовой системы. Резкое повышение процентных ставок, резкое падение валютных курсов, какие еще могут быть причины? Нестабильность системы международных и национальных расчетов, долговой кризис, в том числе высокие кредитные риски предприятий и населения. Вот эти факторы сегодня могут негативно сказаться на финансовой и экономической системе. Ну вот инфляция, это обесценение денег, снижение их покупательной способности. Негативными последствиями может быть перелив капитала из производственной сферы в торговую, то есть недостаток развития производства в стране. Это может быть расширение спекуляций в результате резкого изменения цен, ограничение кредитных операций, повышение стоимости кредитных ресурсов, обесценение финансовых ресурсов государства и многие причины. И конечно сегодня борьба с инфляционными рисками это важнейшая задача государства, которую сегодня решает центральный банк, мегарегулятор различными способами. Вот связанные с этим факторы это процентные ставки центрального банка. Сегодня для каждого государства, для каждого банка, главного государства характерна своя процентная политика центральных банков. При ее формировании используются инструменты. Базовая ставка, рефинансирование ставка по операциям банка на финансовом рынке. Сегодня ключевая ставка, установленная мегарегулятором, она является основным инструментом, основным механизмом рефинансирования и может повлиять на стоимость кредитных ресурсов. Поддержание величины процента на оптимальном уровне, конечно, может обеспечить стабильность финансовой системы. В том числе стимулирование доходности финансового рынка, доступность банковского кредита, оптимизация системы сбережений в экономике, спроса на финансовые активы, может повлиять на инфляцию и так далее. Следует сегодня обратить ваше внимание на новые появившиеся факторы сегодня, которые могут оказывать влияние на устойчивость финансовой системы, например, финансовые санкции. Я думаю, что представители банков сегодня скажут, как же сегодня банковская система с ними борется. Но это вид санкций, он применяется в международной практике, как метод подрыва валютного экономического положения страны. К нашей России санкции применены Евросоюзом в результате проблем на Украине, это всем известно. Но что они себя могут представлять? Это, во-первых, блокирование иностранных активов правительства, ограничение доступа на финансовые рынки, прекращение предоставления финансовой помощи. Но сегодня, конечно, наши банки в этих условиях все равно устойчивы, и они расскажут об этом. Вообще, хотелось бы подвести итог вот этой вводной темы о финансовой системе, ее структуре, основных элементах, что здоровая финансовая система – это залог стабильности всей экономики государства. И мы сегодня должны об этом заботиться. Не только представители финансового сообщества, но и мы все с вами, повышая свою финансовую грамотность. Как уже было сказано, централизованная сфера в составе финансов – это бюджетная система, она играет очень важную роль. И мне бы хотелось сейчас предоставить слово главе Департамента финансов нашего региона, Ковалева Елене Васильевне. Она расскажет об устойчивости бюджета. Открытый бюджет, как фактор устойчивости. Вот с позиции Департамента финансов Елена Васильевна, пожалуйста. Спасибо, Елена Валерьевна. Добрый день, уважаемые педагоги, дорогие учащиеся. Елена Валерьевна сегодня в своем коротком выступлении достаточно подробно охарактеризовала и финансовую систему, и факторы, влияющие на финансовую систему. Я понимаю, что у слушателей, наверное, очень много новых, непонятных было терминов применено. И вот мое как раз выступление, может быть, я сделала бы акцент такой. Что такое открытый бюджет и вообще открытость бюджета – это что? Мы все больше и больше уделяем внимание тому, чтобы бюджет был прозрачен, понятен, открыт. И считаем, что вот как раз эта открытость, она является фактором стабильности финансовой системы. И мне сегодня в моем коротком выступлении хотелось бы вот несколько остановиться на сайте, который правительство области, департамент финансов на своем сайте раскрывает всю информацию. Видите, у нас есть несколько постоянных рубрик. Открытый бюджет, бюджет для граждан, финансовая грамотность. Войдя в один и в любой из этих разделов, вы можете подчеркнуть информацию. Хотелось бы обратить внимание на раздел финансовой грамотности. Мы постоянно в режиме онлайн получаем вопросы и даем ответы. Я и мои специалисты департамента финансов. Если тема касается несколько шире, просто бюджетной системы, мы делаем запросы в соответствующие финансовые органы и размещаем обратную информацию. Сегодня мне хотелось бы еще сказать, что бюджет, он постоянно обсуждается. И когда мы слышим о том, что недостаточно какой-то информации, это несколько не так. То есть самое главное, я считаю, научиться и захотеть разбираться в тех бюджетных... Уроки по повышению финансовой грамотности. Поэтому, если захотеть, можно получить всю информацию. Мы в прошлом году проводили интернет-опрос. Какие же вопросы интересны населению? В принципе, что касается бюджета. Потому что бюджет это не что иное, как обеспечение всех тех услуг, льгот, которые мы получаем от государства. Так вот, больше всего интересует население вопросы местного значения. Я думаю, что это не случайно, поскольку нам всем очень важно, как мы живем, где мы живем. Есть ли у нас освещение, хорошие ли у нас дороги. Поэтому вопросы местного значения, они первостепенны. Для того, чтобы опять же разобраться в таком достаточно большом, емком документе, как региональный бюджет, мы с прошлого года делаем и размещаем опять же на сайте Департамента финансов в формате бюджет для граждан. Вот там очень все просто, доступно и изложено. Поэтому рекомендую очень. На сегодня там уже есть и проект бюджета текущего года, и отчет об исполнении бюджета за 2013 год. И в ближайший месяц появится полная информация, что касается проектированного бюджета уже на 2015 и последующие годы. Ну вот здесь также приведены какие понятия, вот этот бюджет для граждан, чтобы это было таким простым языком раскрывается. И видно, из чего состоят расходы регионального бюджета. Я не буду, учитывая, что у нас времени мало останавливаться. Мне бы просто хотелось, чтобы вы действительно побольше подчерпывали информации из официальных сайтов и отслеживали. Тогда вам будет уже легче и понятнее слушать такие выступления, как у Елены Валерьевны, которые уже, может быть, несколько профессиональным языком излагаются. Ну и в заключение я бы хотела сказать, что Кировская область признана одной из лучших в части проведения работы и по открытости, и по обучению финансовой грамотности, и на недавно состоявшемся совещании. Вот тут как раз есть фотографии, на котором и члены Совета Федерации участвовали, и представители Министерства финансов. Мы многие вопросы обсуждали, и я думаю, что впоследствии мы еще не раз с вами встретимся на подобных уроках. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Елена Васильевна. Конечно, в условиях формирования устойчивости, как раз централизованной сферы финансовой системы, большую роль играет налоговая система. Сегодня налоговая грамотность и налоговая культура являются одной из основных составляющих устойчивости бюджетной системы. И я предоставляю слово князеву Кириллу Леонидовичу, заместителю руководителя управления Федеральной налоговой службы по Кировской области. Пожалуйста, Кирилл Леонидович. Спасибо, Елена Валерьевна. Я подхвачу слова Елены Васильевны по поводу открытости и понятности. Хочу сказать о двух вещах. У Бюджетной налоговой службы тоже есть свой сайт, но это такая маленькая цифра. За последнюю неделю, которая на количество посещений перевалила по нему 2 миллиона. А надо сказать, что это не социальная сеть, поэтому, по нашему мнению, вещь такая очень востребованная и полезная. Поэтому, дорогие участники, от нашего открытого урока призываю вас пользоваться. Да, и может вы научите и своих пап и мам чему-то полезному со своей стороны. Что касается, поскольку я представитель налоговой службы, несколько слов о налогах. Вот, когда моему сыну было года 4, он меня спросил, вот, папа, у нас есть врачи, они лечат людей. Есть учителя, они людей учат. Есть военные, они защищают Родину нас. Что делаешь на работе ты? И вот, честно говоря, с лету так просто и не ответишь. Но, так вот, если коротко сформулировать, то получается, что налоговая служба, как и само понятие налога, призвана для того, и создана для того, чтобы учить врач, военные, могли делать работу, которую они делают. И без этого, без этого налога, без этой вещи, которая по своей природе не может никому нравиться, никому никогда не будет нравиться, что кто-то у него забирает какую-то часть. Это не, ну, против, естественно, да, как кажется всегда несправедливым. Но эта вещь очень необходимая. Необходимая для того, чтобы общество наше жило нормально, для того, чтобы вечером у нас на улице горел свет, чтобы мусор вовремя выносили, чтобы врач мог вылечить и тех, у кого нет денег, чтобы заплатить за лечение, ну, и так далее, и тому подобное. Так вот, поскольку без этого не может существовать наше общество и наше государство, в развитии этого я предлагаю вам посмотреть такой пятиминутный ролик, серия о том, как дети рисуют и строят город своей мечты, и какую роль в этом процессе у них занимает такое определение налога. В одной из далеких галактик 99-я планета звездной системы под названием Галиата терпит бедствие. Сканирование внешнего и внутреннего поля планеты указало на масштабы и причины катастрофы. Люди на планете Галиата не платили налоги. Экономический кризис спровоцировал политический и социальный коллапс. Мир рухнул, и планета подала сигнал тревоги. Высший разум послал на Галиату две команды суперагентов. 6D и Люди Микс. Им поставлена всего одна задача – спасти мир. Сегодня миссия наших суперагентов на планете Галиата подходит к концу. Мир и порядок восстановлены, оживает экономика и социальная сфера. Жители хотят видеть свою планету стабильной и обеспеченной. А для этого нужно совсем немного – любить свою планету и заботиться о ней. Команды будут создавать картину «Город своей мечты». И еще они должны придумать 6 золотых правил для жителей города. Это будет новая конституция планеты Галиата. Город получился несколько абстрактен. Город сам будет стоять на океане. Аэротруба будет соединять все точки города. Аэропоезд позволяет с большой скоростью перенестись в совершенно любое место. Мы изобрели ряд правил. В этом городе. Постоянная утилизация в нашем городе. Чтобы он сохранял свою чистоту. Рациональная парковка. Нельзя парковаться на домах. И специально на площадях надо парковаться. Чтобы не в целях безопасности. Простите, пожалуйста. Это вот не паркуется. Это только кажется, что паркуется. Да, просто пролетает. В нашем городе все люди обязаны вести открытую жизнь. Правило шестое. Доброжелательные отношения ко всем людям. Любое хамство в этом городе категорически запрещено. Обязательная толерантность по отношению к другим людям. Обязательно улыбаться друг к другу. Это участвуют в совершенствовании домики. Они получают электричество, энергию от солнца. У каждого домика стенка для вертолета. А вокруг все зелень. И пробок нет, поскольку все летают нормально. Мы решили нарисовать цветок разных цветов, чтобы он мог символизировать религии. Разные. Разные религии. Все живут дружно вместе. Это парк развлечений. Чтобы дети и их родители могли развлекаться в свободное время от работы. А вот счастливая семья уже осваивает наш город. В итоге мы сделали город нашей мечты. Еще у нас шесть правил. Не брать, не ссориться, а только улыбаться. Заботиться о процветании города и в том числе платить налоги. Учтить и сохранить традиции города. Каждый должен сделать свой вклад в науку, учиться и развиваться. Немножко пугает, что по земле никто ходит. Да, да, да. Хотелось бы спуститься на землю. И между прочим, у мальчишек в правилах ничего про налоги не было, а у девчонок было. Приятно поразили и удивили оба проекта. И то, что вы представляете город мечты, в общем-то, с одинаковыми почти правилами. И, конечно, вы попытались заглянуть далеко вперед и посмотреть, каким будет научный прогресс. Просто здорово, что вы думаете о будущем. Хочу, чтобы у вас это будущее сложилось хорошо и сложилось здесь, в России. Но нам показалось, что для жизни, для комфортности город 6Д подходит больше. Ура, ура! Мы победим! Победа ждет нас, мы летим! Ну вот и все. Миссия выполнена. Планета Калиата спасена. И наши суперагенты приглашены на торжественный прием в налоговую службу. Для честования победителей и подведения итогов. Дамы и господа, увидимся в налоговой. Дресс-код, вечернее платье и смокинги. Ведь наши суперагенты этого заслужили. Именно они спасли планету Калиата. Спасибо большое. Ну вот некоторые, может быть, технические проблемы в результате большого объема ролика. Ну, затем, по окончании нашего урока уже все материалы будут выложены на нашем сайте. Вы сможете посмотреть. Это и сама запись видеоурока, и запись видеороликов, представленных сегодня на нашем уроке. Какова же роль банковской системы сегодня в стабилизации экономического развития государства, региона? И хочу предоставить слово руководителям банка, представителям банковского сообщества. И предоставлю слово Втюрину Александру Юрьевичу, заместителю правления акционерного банка Хлынов, рассказать об этих проблемах. Как сегодня банки решают проблемы и что делается для обеспечения стабильности банковской системы? Добрый день, уважаемые ребята. Как уже было сказано, банковская система является одним из основных элементов финансовой системы. Одним из основных элементов финансовой системы. Если провести такую аллегорию со спортсменом или со здоровым человеком, чтобы спортсмен далеко и быстро бежал, необходимо доставлять, чтобы его кровеносная система доставляла кислород быстро, без задержек во все органы. Так вот, банковская система, ее сравнивают как раз с кровеносной системой, с кровеносными сосудами человека. Потому что через банковскую систему быстро и качественно доставляются денежные средства для всех субъектов экономики. Именно от того, именно от состояния банковской системы зависит, вовремя ли получают ваши родители заработную плату, есть ли возможность разместить свободные денежные средства во вклады под хорошие проценты, есть ли возможность перевести деньги родственникам на Дальний Восток, например, или взять кредит. Чем устойчивее наша банковская система, тем стабильнее и экономика. Да, мы сегодня живем в очень интересное, сложное время. Вы знаете, что у нас, на нашу страну пытаются наложить определенные санкции. Эти санкции в том числе и влияют на финансовую систему, затрагивают и банковскую систему. Но мы, банкиры, очень уверенно, твердо стоим на ногах и с уверенностью смотрим в будущее. Почему? Потому что все эти санкции на самом деле как холодный душ для человека. Они делают нас закаленнее. Мы более становимся, не будем болеть. Потому что, как еще сказал всеми известный руководитель фирмы Apple, Стив Джобс, оставайтесь всегда голодными, оставайтесь всегда безрассудными. Вот именно люди, которые постоянно, значит, постоянно зажаты в каких-то определенных рамках, всегда стараются построить новые технологии, построить новые пути движения для того, чтобы выбраться из этих рамок. Таким образом и санкции тоже воздействуют на нас определенным положительным образом. Мне бы хотелось сказать еще важное, дорогие ребята. Вот мы живем в глобальном мире. Но при этом мне бы хотелось, чтобы мы не забывали, что мы все являемся жителями страны России. И каждый бы из вас хотелось, чтобы любил свою страну, любил свою малую родину. Если мы будем патриотами своей страны, если мы будем всегда отдаваться именно своей стране работать, то, поверьте, никакие санкции нам не страшны. Спасибо. Спасибо большое. Александр Юрьевич, Дмитрий Аркадьевич, не хотели бы добавить? Так, слышно, да? Дмитрий Аркадьевич Кошкин, заместитель управляющего Кировского отделения Сбербанка. Дорогие ребята, учителя, добрый день. Александр Юрьевич очень красочно уже рассказал, что такое банки для финансовой системы страны, зачем они нужны и что может случиться, если их не будет существовать. Кровь становится в живых нашего государства. Я хотел несколько слов сказать о том, почему мы банкиры уверены в будущем финансовой системе нашей страны, Российской Федерации и, соответственно, в вашем будущем. Потому что в большей степени банки Российской Федерации, особенно Кировской области, это банки, которые ответственны к своим обязательствам, которые на них накладывает наш регулятор, Центральный банк Российской Федерации. Он за нами очень пристально и жестко наблюдает, чтобы все банки принимали правильные решения в соответствии с теми нормативами, которые до нас доведены. И здесь ответственность важна не только банкам, но и очень важна и нужна ответственность наших клиентов, наших заемщиков в первую очередь. Вы будете, когда взрослыми, вы всегда должны рассчитывать четко на те силы, которые у вас есть и точно на тот кошелек, который у вас лежит в вашем кармашке. Если вам дают родители, например, на карманные расходы, я не знаю, сколько сейчас дают детям на карманные расходы, ну, предположим, 200 рублей в день. Это значит, что эти 200 рублей вы можете потратить на свои обеды, газировку и, может быть, котлету в тесте, потому что бургер сейчас уже не в тренде. Не надо заказывать себе продукты питания на 210 рублей, потому что вы их не сможете оплатить. Я вас, ребята, призываю к более активному использованию новых, современных продуктов, которые предоставляют банки Российской Федерации. Активно использовать пластиковые продукты для того, чтобы оплачивать товары в наших магазинах за игрушки, за краски, за резервку. И вот есть еще интересная такая статистика. Мы тут банкирами посчитали. Я почему про современные методы и способы работы с банками говорю? Потому что на текущий момент каждый житель в среднем планеты проводит 4 часа в смартфоне, в телефоне, используя средства интернета. И из этих людей, которые 4 часа проводят каждый день в интернете, 44% американцев покупают и оценивают продукты через интернет. Поэтому и будущее финансовой системы, и будущее банков, как неотъемлемой частью этой системы заключается в том, что насколько вы, клиенты, будете активно пользоваться интернетом и поиском банковских продуктов через интернет, и насколько активно мы будем предлагать это. Ну и вы все, школьники, являетесь ярким представителем так называемого Y-поколения. Поколение, которым важно не то, насколько дешев продукт или удобен, а насколько он вам интересен. И насколько вы можете вовлечься в использование этого продукта. Поэтому я вам желаю не стоять в стороне от развития нашей страны, быть активными участниками общества, активными участниками финансовой системы. И на банке, на нашей, на Кировске, все можете с легкостью рассчитывать. Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий Аркадьевич. Не забывайте, пожалуйста, друзья, что вы можете задавать вопросы в режиме онлайн. Мы ответим на ваши вопросы, пишите вопросы, мы их ждем. Но даже если они поступят позже, мы все равно на них ответим. И, конечно, мы сегодня постараемся охватить всю финансовую систему. Мне бы хотелось предоставить слово доценту нашей кафедры финансов Вятского государственного университета Головенкину Дмитрию Александровичу. Он расскажет о проблемах развития фондового рынка. Здравствуйте. Меня зовут Головенкин Дмитрий Александрович. Я преподаватель. И хотел бы немножко вам рассказать про фондовый рынок. Можно ли слайд включить? Что такое фондовый рынок? Прежде всего, это фондовая биржа, которые бывают шумные, которые больше напоминают, извините, ночной клуб, вот как Нью-Йоркская фондовая биржа, или спокойная, как наша московская биржа. Фондовый рынок непосредственно связан с предприятиями. Скажем, внеоборотные активы, это здания, сооружения, станки, финансируются за счет выпуска акций предприятий. Эти акции находятся в обращении. Что касается оборотных активов, то есть это материалы, заработная плата, разрешенное производство, это финансируется за счет выпуска облигаций. Я бы хотел подчеркнуть, что акции очень волатильные на фондовом рынке, и всегда есть желающие на них поспекулировать. Что касается облигаций, то они родственники кредитов, так что здесь обычно цены редко меняются. Вам, конечно, интересно, зачем вообще изучать финансовую сферу. Может быть, вы и не пойдете в университет на экономическую и финансовую специальность. Ну вот посмотрите внимательно на котировку, котировку, котировки индексов за последние 6 лет с 2008 по 2014 год. Всех интересует, нельзя ли заработать денежки на финансовом рынке. И если продолжать эту тему, давайте сравним две акции. Вот посмотрите внимательно на Сбербанк. То есть 2008 год. Если бы ваши родители, допустим, продали свою квартиру за 2 миллиона рублей в начале 2008 года, а потом купили бы акции Сбербанка за 13 рублей, то буквально через 2 года их капитал, условно 2 миллиона рублей, стал бы в 8 раз больше. При этом не нужно ходить на работу, не нужно даже быть предпринимателем. Если бы была машина времени, вы просто бы вложили в акции 2 миллиона рублей и заработали бы 16. Что бы вы сейчас купили на эти 16 миллионов рублей? Наверняка у вас была бы отдельная квартира с отдельной комнатой, у вас бы уже мопед, наверное, стоял. И я что хотел подчеркнуть, что на самом деле финансовые аспекты важны даже не тем, кто профессионально хочет работать, получать какую-то заработную плату, принимать управленческие решения. На самом деле, кризис был в 2008 году, он был в 1998 году, и не нужно быть большим экспертом, чтобы понимать, что в 2018 году что-то должно произойти. Так вот, я хотел бы, чтобы вы сейчас, в 2014 году, уделяли внимание финансовым аспектам экономики, и может быть, вот такая же возможность, которая сложилась на рубеже 2008 и 2009 годов, сложится и в будущем. Кроме того, что есть технические анализы, мы в рамках преподавания у студентов нашего факультета большое внимание уделяем графике. Вот эти вот так называемые свечи, полосочки красные, зеленые, есть анализ, технический анализ фондового рынка. Есть и фундаментальный анализ, это тоже все очень интересно. Чем мне запомнился Газпром и Сбербанк? Вот то, что слева, Газпром это самая крупная компания России, она стоит примерно 90 миллиардов долларов, Сбербанк стоит примерно 50 миллиардов долларов, но чуть меньше, не принципиально. Так вот, конечно, когда акционеры покупают акции, то больше всего они хотят знать, а какую прибыль компании я могу получить. Так вот, показатель Price Cullings, это там есть такая колоночка PEC-E, что показывает, что Газпром имеет PEC-E 2,5 рубля, то есть 1 рубль прибыли Газпрома стоит 2,5 рубля. Это существенно недооцененная компания. И вот те события, которые происходят в макроэкономике, в том числе и в Восточной Европе, это плохо сказывается на Газпроме. Ну, а завершить свое выступление я хотел тем, что пригласить вас учиться к нам на факультет экономики и менеджмента, возможно, даже на нашу кафедру финансово-экономической безопасности. Поверьте, кризисы нам еще только предстоят. То, что было в 2008 году, это еще не везувий, а так немножко, значит, потрясло ситуацию. Так что вашему поколению придется решать и проблему избыточной ипотеки, соответствующую банкротству. Вашему поколению придется решать и макроэкономические вопросы, связанные с избыточным долгом муниципальных, федеральных структур и даже областей. Вам предстоит очень интересное время, так что поступайте к нам на университет, мы вам расскажем все подробно. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Александрович, очень интересно. Все финансовые аспекты, они должны быть известны нашим школьникам, нашим будущим гражданам нашей страны, те, которые вы действительно будете вершить в наше экономическое будущее. И мне бы хотелось, сейчас еще подводя уже итог нашего урока, рассказать о тех мероприятиях, которые мы вам предлагаем, в которых мы вам предлагаем поучаствовать в рамках программы повышения финансовой грамотности. Можно ли мне презентация? Значение информационно-просветительской работы сегодня, конечно, будет связано прежде всего с формированием финансовой бюджетной культуры. И эта финансово-бюджетная культура, она должна формироваться с раннего возраста. И поэтому мы в Вятском государственном университете сегодня создали комплекс мероприятий не только для школьников, но и даже для дошкольных учреждений. Все, конечно, будет связано с организацией системы многоуровневого финансового образования, с проведением просветительских мероприятий, формированием положительных отношений к государственным и муниципальным финансам, бюджетному и налоговому законодательству. Мы предлагаем целый комплекс конкурсов. Это конкурсы могут быть среди сотрудников, аспирантов, студентов, вузов, педагогов образовательных учреждений разного уровня. Это конкурсы, олимпиады среди школьников, различные тематические лекции, открытые дискуссии, онлайн-лекции, но и, конечно, мероприятия в рамках Дней финансовой грамотности, которые проводятся как на площадках Вятского государственного университета, так и мы, наши волонтеры, наши студенты, готовы выехать в любую школу, даже не только в город, но и в любую школу области, и провести интересные мероприятия, представить презентации, провести викторины, интересные деловые игры, чтобы вы все в них могли поучаствовать. Поэтому присылайте нам обязательно заявки на эти интересные мероприятия. В частности, уделю внимание нескольким конкурсам. Конкурс презентаций, онлайн-решений о бюджетах, о финансах. То, что мы можем здесь вам предложить, это будет конкурс «Лучшая презентация» видеофильма «Финансово-бюджетной системе», «Лучший макет» страницы сайта Департамента финансов, «Финансовая грамотность», «Лучшие предложения по визуализации официальной информации», «Конкурс эссе», «Конкурс информационных брошюр» и «Фото-конкурс финансов нашей жизни». Более подробная информация о конкурсах, она представлена на нашем сайте, и она отправлена во все школы нашего города и области. Если кто-то не получил, пожалуйста, связывайтесь, мы вам все предоставим. На сайте нашего вуза в разделе «Финансовая грамотность» все эти материалы также есть. Конкурс научно-уследовательских и учебно-методических работ, он не только для студентов, но и для педагогов, для преподавателей, причем не только вузов, но и школ, и педагогов дошкольных учреждений. Это, в частности, пособия для детей дошкольного возраста по финансам, может быть, разные тематики. Тут предложена экономика, финансовый бюджет, финансовый букварь, финансовая грамота. Для детей школьного возраста, для студентов. Это различные конкурсы по разработке онлайн-тестов, в которых могут поучаствовать педагоги различного уровня, а также студенты. Но, в частности, это творческие конкурсы, конкурс на лучшее сочинение, стихотворение, загадку по финансовой тематике для школьников, для учащихся первых и четвертых классов, конкурс на лучший рисунок, увлекательный мир финансов для дошкольников и учащихся первых и четвертых классов. Тоже можно рисунок представить. И рисунки потом уже, и фотографии этих рисунков будут выложены на сайте нашего вуза и Департамента финансов Кировской области. Также победителям конкурса будут вручены подарки, грамоты и от Департамента финансов и от Вятского государственного университета. Конкурс творческих проектов, финансовые корифеи для учащихся первых, четвертых, пятых, девятых, десятых, одиннадцатых классов. Различные тематики для разного уровня также представлены. Онлайн-олимпиада для школьников девятых и одиннадцатых классов «Молодой финансист». Она состоится завтра вечером с четырех часов, с четырех до шести онлайн. Кто еще не зарегистрировался, обязательно зарегистрируйтесь. Ссылка есть на нашем сайте тоже отдельная. Отдельный раздел «Олимпиада. Молодой финансист». То есть сейчас нужно регистрироваться и непосредственно участвовать завтра с четырех часов. «Олимпиада онлайн». Мы желаем, чтобы все, хотим, чтобы как можно больше школьников поучаствовали в этой Олимпиаде. Также мы будем проводить много публичных вебинаров, мастер-классов по различным темам. По этим же темам будут подготовлены видео-лекции. Возможно, по каким-то мы проведем еще дополнительно открытые уроки. Видео-лекции будут представлены также на сайте Вятского государственного университета. И будут доступны все в проекте «Открытый университет». Вообще, конечно, наши информационные ресурсы, они позволяют различные темы проводить открытые мастер-классы. Очень хорошие качества и для всех желающих будут доступны эти открытые семинары и лекции. Также вот брошюры, которые будут подготовлены в рамках конкурсов, они будут распространяться среди школьников, студентов, граждан более старшего возраста. Также будут электронные брошюры, будут доступны всем через электронные источники. Ну и, конечно, комплекс мероприятий в рамках Дня финансовой грамотности. Сейчас в 2013 году у нас тоже проводились эти мероприятия. Поучаствовали более 500 студентов различных курсов. Сегодня мероприятия охватывают не только лекции и мастер-классы для студентов, но и мы уже начинаем проводить выездные мероприятия. Школы, дошкольные учреждения. Буквально 5-го числа уже в 7-й школе проведены открытые уроки нашими студентами. Проведены игры по страничкам финансовой грамотности и представлены презентации на финансовые темы для ребят 8-9 классов. Ребятам готовят уроки как для начальных классов, для школьников начальных классов, так и для школьников более старшего возраста. Ну, хотелось бы, чтобы вы обязательно сделали, заранее зарегистрировались по ссылке на сайте Олимпиада, пункт 4, молодой финансист и отдельная кнопочка уже есть, где можно выйти и зарегистрироваться на эту Олимпиаду, чтобы школьники все поучаствовали. Обязательно участвуйте в Олимпиаде и, конечно, оставляйте заявки. Мы на все вопросы ответим, примем заявки на проведение уроков финансовой грамотности, викторин, занимательных игр со школьниками разных классов. Можно оставлять эти заявки по телефону, звонить непосредственно кафедру финансовой и экономической безопасности, на электронный адрес присылать. Ну, в общем, мы открыты к сотрудничеству. И, не знаю, Александр Сергеевич, поступили какие-то вопросы? Нет вопросов, да, только все... Это хорошо очень, но мы, и думаю, что мы будем постоянно теперь в таком режиме живом онлайн общаться со всеми школами. И, наверное, подводим уже итог нашего урока. Спасибо большое всем участникам. И надеюсь, что это еще продолжится. У нас будут замечательные такие уроки для школьников. Спасибо большое всем школам, которые вышли сегодня на общение с нами. И подключайтесь, пожалуйста, к нашим мероприятиям, ко всем. Спасибо. 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 Спасибо.